Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, подписчики, а также просто случайные зрители моего канала CryptoLady. И сегодня для вас я подготовила обзор новой платформы нулевого уровня, позволяющий вам создавать новые блокчейн-сети простым и быстрым способом, как никогда раньше. И имя у этой платформы ChainCorm. Отмечу, что работает над ней польская IT-команда, что лично меня радует, так как Польша давно активно развивается в теме блокчейн-индустрии, и там сконцентрировано очень много крутых команд и компаний. Кстати, если у вас есть хорошие навыки в данной сфере, то ребята как раз расширяют свой штат специалистов, присоединиться к которому можете и вы, написав им на указанную почту. Итак, чем же примечательна будет сама платформа ChainCorn? И как я уже говорила, с помощью нее вы сможете создавать быстрое, экологичное и недорогое приложение. Более того, используя блокчейн, вы имеете шанс осуществлять децентрализованные платежи, собирать данные в базы хранилищ, а также использовать искусственный интеллект, IOD-датчики, игры и много чего другого. А еще в рамках ChainCorn присутствует настраиваемая сеть блокчейнов, то есть вы легко можете выбирать между частной, общедоступной и другой совместимый с другими сетями сетью. Также в рамках ChainCorn вы легко можете использовать валидаторы других сетей или же приносить свои. Как это, конечно, для меня не совсем понятно, но я думаю, глубоко разбирающиеся в данном вопросе люди понимают, о чем сейчас идет речь. Если да, то напишите об этом в комментариях. Плюс, как вы видите, вы можете еще и продавать мощности своей сети другим, но и, конечно же, зарабатывать проверяя транзакции в нескольких сетях одновременно, что, согласитесь, также звучит весьма привлекательно. В таком случае мы видим, что здесь сеть выступает в качестве услуги, позволяющей создавать гибкую и масштабируемую инфраструктуру для блокчейн сетей. Что, собственно, неудивительно, так как главной целью проекта является снижение стоимости сети при сохранении высоких стандартов безопасности, простоты масштабирования, стабильности и возможности объединения с другими различными сетями блокчейнов. Да и вообще, если мы взглянем на доступную техническую документацию данного проекта, то увидим, какие основные проблемы ChainCorn решает относительно других существующих блокчейнов сегодня, начиная от масштабируемости, скорости обработки транзакций, совместимости и почти нулевой стоимости за газ. При этом сама блокчейн-платформа ChainCorn построена на протоколе Proof of Stake, который способен осуществлять не только поддержку смарт-контрактов, но и создавать надежное обслуживание для других блокчейнов или же подсетей, а также для создания токенов. Таким образом, пользователям ChainCorn не придется кодировать какие-то сложные процессы, и все, что ему останется, это просто воспользоваться приложением, чтобы присоединиться к базовой версии. Однако для разработчиков, которые ищут более сложные решения, команда ChainCorn подготовила другой интерфейс, где те смогут найти все необходимые им инструменты, что, как по мне, опять-таки звучит крайне интересно. Но и это еще не все, так как одновременно ChainCorn является еще и максимально простой адаптацией для пользователя, который в рамках этого приложения способен воспользоваться кошельком, фондовой биржей, стейкингом и даже своей банковской картой. Как бы там ни было, страниц в доступном техническом документе еще очень много, поэтому я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ним в более подробной форме уже и самостоятельно после просмотра данного ролика. Ссылку на документ я обязательно прикреплю в описании под этим выпуском. А пока предлагаю в двух словах поговорить о самом токене данного проекта, который называется CORNX. Отмечу, что создан CORNX на базе блокчейна BSC с общей суммой предложения в 1 млрд. При этом совсем скоро от проекта стартуют публичные продажи данного токена, а именно назначены на 19 марта 2022 года, в ходе которых у вас есть отличная возможность приобрести себе токенов, начиная от 0,1 BNB вплоть до 1 BNB. И это при том, что за 1 BNB вы получите аж 19 545,45 токена CORNX. Всего же в ходе этих публичных продаж команда намерена распределить 45% от общей эмиссии токенов, что, как по мне, неплохо. Что же касается распределения оставшегося числа токенов, то ознакомиться с ним вы также можете посредством технического документа, заглянув в раздел токеномика. Если же говорить о листинге, то назначен он на 21 марта и состоится на всеми знакомой нам бирже PancakeSwap. Поэтому, как говорится, не теряйте время зря, а скорее переходите по официальным ссылкам и знакомьтесь с Чейнкорн более подробно уже самостоятельно. А также не забывайте просматривать раздел Дорожная карта, где мы видим уже в самое ближайшее время нас ждет еще масса чего интересного. И да, чуть не забыла вам сказать, что от Чейнкорн доступна еще и игра, принять участие в которой, опять-таки, может каждый из вас. Так что, дорогие друзья, как всегда, искренне благодарю вас за внимание. Надеюсь, выпуск от Чейнкорн вам понравился. Если да, то ставьте лайк этому видео и пишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну а я прощаюсь с вами до своего следующего ролика, который выйдет на моем канале уже совсем скоро. Хорошего всем дня, мира и добра. И помните, что мир куда интереснее, чем нам кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова